Футбольное событие планеты сегодня на ваших экранах. Смотрим игру в прямой трансляции с Волгоград-арены. В этом году сильнейшие сборные мира приехали в Россию, чтобы определить команду, которая в ближайшие четыре года будет чемпионом. Это чемпионат мира, друзья. И эту игру вместе с вами будут смотреть Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Прекрасный стадион, прекрасное настроение у команды и у болельщиков. И такая игра просто не может быть неинтересной. Ждем начало матча. Сегодня сборная Туниса играет против сборной Англии. Местные традиции плетения из лозы, а также фрагменты праздничного салюта в честь победы в Великой Отечественной войне. Все вместе делает вид Стреона по-настоящему уникальным и потрясающим. Кейн. Стерлинг забивает тоже. Невероятный. Бой исполнен. Джон Стоунс. Подача на дальнюю штангу. Спасает команду Галкипер. Какое спасение! Здорово играет Галкипер. Джордорд Хендерсон. Против Англии с нарушением сыграли. Кейн на убойной позиции. Счет матча открыт. Но что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Снабный гол получился. Что и говорить. Ну, тут надо голевую передачу отметить. Навес получился просто на заглядение. Сдавалось его только за... Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась. Нацеленный и головой удар оказался неберущимся. Харикейн. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Смог мяч принять после навеса. Чуть преимущества. Деляли с мячом. И на месте голкома. Нет же гола. Удар сейф. Не удар. Харикейн. Рахим Стерлинг. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Все шло к этому. И это был вопрос времени, когда они забьют. Гол буквально витал. Ну конечно они лучше. И они сами прекрасно это знают. И не стесняются это сегодня демонстрируют. Игра идет конечно практически в одни ворота. Кейн. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Рахим Стерлинг. Ну это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность. Но удар у него мягко говоря не получился. Первые 45 минут в нашей встрече закончены. Оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное. Хотя по счету так и не скажешь. Второй тайм у нас начинается. И я надеюсь что игра не разочарует. Я напомню что это только первый матч группового этапа. Но уже здесь. Который отмечена зона углового. Деляли с мячом опасно. Гон Деляли. Великолепный мяч. И добавить тут нечем. Отличный удар. И тут без шансов для галки. Давайте посмотрим еще один повтор. Только с другой камерой. Деляли. Дельosten в нашей речи. Шесть. Линга! Вратарь выложился уже на галку. Вперед он. Азри! Ну что же, и матч завершен. Игра вышла неоднозначная. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле покат. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить. Субтитры сделал DimaTorzok Чемпионат мира начался, и сегодня мы смотрим первый матч в группе. Здравствуйте. Это очень важный матч. Победа в первой игре – это большой задел. И команды это прекрасно понимают. Так что ждем начала игры и готовимся смотреть футбол мирового уровня. Сегодня Колумбия сыграет против сборной Японии. Задача популяризировать чемпионат мира была возложена на плечи так называемых послов. Это более 60 человек из самых разных сфер. В том числе, Константин, и наши с тобой хорошие знакомые и коллеги эти послы. Да, безусловно, например, повезло Павлу Занозину, который является послом Нижнего Новгорода. Наш коллега Дмитрий Куберниев является послом Златоглавой. После Кубка мира часть блоков, на которых расположены трибуны, будет освобождена. И на их месте появятся футбольные поля и новые спортивные сооружения. Установлен мяч на центр. Чемпионат мира по футболу вашему вниманию. Да, сколько копили бы все эти эмоции. И вот пришла пора их выплеснуть. Подача, там есть игрок. И как он распорядится мячом тут. Неплохой был пас, но соперник от передачи. Может что-то получиться. Так, находит эта передача адрес. Квадрадо! Гол должен! Перерыв у нас ничья. Никто не хочет терять очки в стартовом матче группы. Поэтому команды пока только опасаются друг друга. Ничья, если кому и выгодна, то только другим двум сборной из этой группы. Поэтому надеемся, что во втором тайме победитель все-таки определится. И так продолжается матч. Второй тайм первой игры группового этапа. И даже на этой стадии нельзя позволить себе дать слабину. Как? Харагучи. Хорошо увидел партнера впереди. В какой момент нужно бить? Штанты спасает. Но и... Есть тут возможность к воротам убежать. Родригес. И есть пол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Великолепный удар головой. И такие обычно не берутся. Да, и в общем-то отличное исполнение без шансов для галки. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камень. Посмотрим за этой атакой. Хамес. Хамес Родригес. Надо решать. Какой сможет. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Родригес. И прекрасный пас от Хамеса Родригеса. Какой момент у Хамеса. И это просто шедевр. Хорошо пробил низом. Четко, точно, вратарь с ударом не справился. И это его второй гол в матче. И это дубль. Вот так случилось. Прямо перед воротами оказался игрок. Не растерялся. И заколотил мяч в сетку. Пас на ход партнеру. Ударище просто. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция галкипера. Ну что же, игра завершилась. Судья дает финальный свисток. А это значит, команда записывает в свой актив три очка. А уж как они это сделали вторично. Коллега, что скажешь о Хамесе Родригесе? Как тебе его игра в целом? Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение. Замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу. А он сам пополнил свой голевой запас. В этом году сильнейшие сборные мира приехали в Россию, чтобы определить команду, которая ближайшие четыре года будет чемпионом. Это чемпионат мира, друзья. И эту игру вместе с вами будут смотреть Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Прекрасный стадион. Прекрасное настроение у команды и у болельщиков. И такая игра просто не может быть неинтересной. Ждем начала матча. Сегодня сборная Польши играет против сборной Сенегала. Мяч в центре поля. И все мы ждем сигнала судьи к началу первого матча группового этапа. Чемпионат мира начинает разгоняться. Впереди у нас самый большой футбол за последние четыре года. Это может быть опасная атака. А вот сейчас может быть опасно. Перекладина. Ну и решаться нам. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Со второго этажа приходится этот гол. И надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Лукаш Пищик прижимает его соперник. Надежно сыграно. Забивать нужно. Пробивал уже сегодня голкипер этот игрок. А вот во второй раз пока не получается. Ждал и был готов вратарь к этому удару. И сыграл действительно здорово. Первые 45 минут стартового матча группового турнира сыграны. Будет перерыв. И после первого тайма у нас есть пока победитель. Конечно, рано еще о чем-то говорить. Но одно из команд преимущество, которое отображается на табло. Итак, это первая игра групповой стадии чемпионата мира. Второй тайм мы смотрим. Интересно, были какие-то особые тренерские правки во время перерыва? Ливандовский. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Айдеку кипер! Бай Ньянг. Сидио Моне вытаскивает мяч голкипер. Тут может что-то получиться. И на дальний летит мяч. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Такой гол дорогого стоит, согласитесь? Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача. Оставалось ее только замкнуть. Хороший гол получился после вот такого навеса. В этом моменте и подача, и завершающий удар. Все было блестяще. Здорово играет. Очень точно делает передачи в сегодняшнем уничею. Роберт Ливандовский! Браво, Ливандовский! Еще один гол супернападающего. Отличный гол мы с вами только что увидели. Блестяще Ливандовский сыграл в этом моменте. Премьер подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве. Он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. И так звучит финальный свисток. По-хорошему завелась команда сегодня. Была, что называется, в ударе. Сыграла и результативно, и красиво. Да, даже сложилось такое впечатление, что мяч на их половине пули почти не оказывается. А вот их противнику знатно досталось. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу. А он сам пополнил свой голевой запас. Большой футбольный праздник. Чемпионат мира в нашей стране и на ваших экранах. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Совсем скоро начнется игра, которая, я уверен, нас не разочарует. Давайте смотреть. Сегодня сборная России играет против сборной Египта. Чемпионат мира 2018 года в России события уникальны во многих аспектах, в том числе по составу участников. Например, впервые в финальную часть турнира пробилась сборная Исландии. Но были и неприятные сюрпризы по итогам отборочной кампании. Сборная США не смогла пройти отборочный этап впервые за 32 года, проиграв в решающие встречи скромной сборной Тринидада и Табага. Шахарен в мире. Вмещает стадион Санкт-Петербург 68 тысяч зрителей на время проведения чемпионата мира. После окончания Мундиаля вместимость вернется к прежнему числу в 56 тысяч зрительских мест на домашних матчах Зенит. С мячом вперед он решил пробить. Есть шанс выйти вперед. И не в пол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Итак, гол в раздевалку получает команда и ее тренеру придется сейчас придумать что-то новое. Ну и другой команде также придется, видимо, придумать что-то новое. И не исключено, что они сыграют более смело в атаке во второй половине матча. Однозначная реакция Станислава Черчесова на пропущенный гол. Теперь Россия проигрывает. Первые 45 минут второго группового матча сыграны будет перерыв. И после первого тайма у нас есть победитель. Конечно, рано еще о чем-то говорить, но одной из команд преимущество, и оно отображается в забитых мячах. Итак, вы смотрите чемпионат мира. Вторую встречу группового этапа. Второй тайм у нас начинается. Разминка для вратаря. На воле такой всегда карается штрафной. И вратарь спокойно забирает мяч. Не вышел, поэтому здесь в голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Что же, финанси пробьет сборная России. Ну что, ему ничего не оставалось сделать, он хотел как лучше. Да, он спасал свою команду в безнадежной, казалось бы, ситуации. Если, конечно, это можно назвать спасением. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Удар в пенальти. Гол! Молодец! Хорошо сделал свою работу. Повтор реализованного удара с точки. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. по этой команде. Пока неплохо. Игра остановлена. Мяч костюм. Вот это сборная России идет в атаку. Тюба с мячом Добавляется вратарь Но есть возможность На этот раз сумел он И разрезающий пас на ход Выгодной позиции игрок И пробил Надо забивать Какая реакция Мяч отобран чисто Ну как Ничья не всегда означает Что силы были равны Ничья это свидетельство Равенства многих составляющих Но только в одном отдельно взятом матче Ну что основной итог Сегодняшнего матча Футбол состоится в любую погоду Сегодня мы увидели футбол Действительно игра получилась Очень веселая и насыщенная И погодные условия Никак на результат не повлияли Сыграли действительно очень хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok